МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пригожин появился в сети, горят склады в Крыму, и зачем основатель Вагнера нужен Путину? Обо всем этом расскажу подробнее в эфире НЕХТА. Самые важные и интересные новости. Вооруженные силы Украины освобождают новые территории. Семьям вагнеровцев угрожали, пока они не развернулись от Москвы. На мой взгляд, я не думаю, что репутация президента России Владимира Путина сильно пострадает. Пригожин строит лагеря в Белоруссии, а центры вербовки в России заработали снова. А некоторые разочарованы в том, что мы остановились. Спасибо, что смотрите, спасибо, что доверяете нам. Можно еще поставить лайк этому видео, прокомментировать его, подписаться. Можно поставить колокольчик, чтобы не пропустить следующее. Все это нужно для того, чтобы наше количество росло. Ну, а мы пока начнем с новостей. В оккупированном Крыму загорелись склады оккупантов. На севере полуострова, в районе деревень Токарева и Шубина, вспыхнули склады. Масштабы уточняются. Гореть, скорее всего, будет долго. Обо всех деталях мы будем вам сообщать. Силы обороны Украины возвращают Ровнополь в Донецкой области под свой контроль. Об этом официально говорит заместитель министра обороны Украины Анна Малер. Сегодня, 25 червня 2023 года, бойцами 2-го механизованного батальона 31-й механизованной бригады было освобождено в селище Ровнополь. Горки тякают, мы идем вперед. Слава Украине! Героям слава! Дания снимает F-16 с вооружения на два года раньше. Это может означать, что их готовят к передаче Украине. В этом пишет датский парламент и пресса. Мы можем ввести в эксплуатацию F-35 раньше, чем планировалось. И поэтому мы сейчас находимся в ситуации, когда F-16 могут быть сняты с вооружения раньше. По словам исполняющей обязанности министра, украинским пилотам понадобится 6-8 месяцев на обучение. Но не сказал, как много времени займет обучение персонала. Два дня Евгений Пригожин не выходил на связь. Его телеграм-канал, его пресс-служба не подавали признаков жизни. И вот вдруг сообщение с объяснениями того, что же все-таки случилось. И когда 23-24 июня мы шли мимо российских городов, то мирные жители встречали нас с флагами России и с эмблемами и флагами ЧВК «Вагнер». Они все были счастливы, когда мы приходили и когда проходили мимо. Многие из них до сих пор пишут слова поддержки, а некоторые разочарованы в том, что мы остановились. Потому что в марше справедливости, кроме нашей борьбы за существование, они видели поддержку борьбы с бюрократией и другими недугами, которые сегодня имеются в нашей стране. Это основные вопросы, на которые я могу дать ответы. Для того, чтобы исключить кривотолки, как в российских соцсетях и СМИ, так и в зарубежных сетях. На земле не убили ни одного солдата, говорит Пригожин. Но именно на земле. Никто не знает, когда была сделана эта запись. А вживую мы последний раз видели Пригожина на видео, как он покидает Ростов 24 июня. Источники издания The Telegraph говорят, что российские спецслужбы угрожали семьям главарей Вагнера, пока те не отошли от Москвы. Еще говорят, что вагнеровцев было не 25 тысяч, а 8. И они были обречены на поражение. На мой взгляд, я не думаю, что репутация президента России Владимира Путина сильно пострадает, потому что Путин пользуется поддержкой внутри страны. И вчера это стало ясно. Когда часть вооруженных сил отказалась присоединиться к группе Вагнера, так называемому мятежу Вагнера, и я думаю, что с точки зрения разрешения ситуации дело не дошло до большого кровопролития. Значит, Путин точно знал, на какие кнопки нажимать, и ему удалось урегулировать ситуацию за кулисами и дать всему утихнуть. Так что я не думаю, что его правление будет подорвано из-за этого инцидента. Это толчок к тому, чтобы Путин подумал о реструктуризации, возможно о реструктуризации Министерства обороны и назначении кого-то более способного, с военным опытом или с большим военным опытом, чем Шойгу, но это трудно, потому что трудно найти людей, которым можно доверять и которые не ударят тебе в спину, особенно в такой стране, как Россия. Так что, это может произойти, но на это потребуется время, потому что сейчас нет реальной альтернативы Шойгу, по крайней мере на месте, и это займет время, если Путин решит его заменить. Один такой лагерь, по мнению издания «Верстка», будет в Осиповичах Могилевской области на 8 тысяч бойцов в 200 километрах от границы с Украиной. Лагерей будет несколько и строят их на скорую руку. Один из рабочих сказал в интервью изданию, что сегодня начали, завтра должно быть построено. В российских городах тоже снова заработали центры вербовки. Родственники вагнеровцев, которые были в Ростове, говорят о том, что последний раз контактировали, когда те выходили из города и собирались как раз в Беларусь. Больше на связь никто не выходил. Россия все пытается сохранить единство и пытается сделать вид, что страна не разваливается. Практически все представители власти уже сделали заявление, даже премьер-министр, который, к слову, во время Пригожинского марша вылетел из Москвы. Россия переживает важный период в своей истории. Против нас направлена, как отметил президент, фактически вся военная, экономическая, информационная машина Запада. По сути идет борьба за право выбирать собственный путь, исходя из национальных интересов на благо своего народа. Члены правительства находились на своих рабочих местах под руководством президента действовали четко, слаженно, на всех уровнях сохранялись стабильность ситуации. В то же время Россия получает слова поддержки от своих друзей, в частности представителей Катара, Ирана и Китая, который, видимо, дождался, кто победит или как это все решится. Инцидент с группой Вагнера, о котором вы упомянули, является внутренним делом России. Как дружественный сосед и всеобъемлющий стратегический партнер, Китай поддерживает и верит, что Россия может сохранить свою национальную стабильность, достичь развития и процветания. Китай и Россия поддерживают тесную и прочную связь на всех уровнях. О дальнейших мотивах Пригожина размышляют в США, ведь просто так Путин не должен его оставить, если только это все не какой-нибудь хитрый план. Я думаю, что это была его месть Путину, попытка выставить Путина слабым и необладающим всем этим вместе. Оба они вчера были заинтересованы в том, чтобы отступить. Я думаю, что с точки зрения начальника наемников, Вагнера, Евгения Пригожина, он хочет, чтобы его воспринимали как российского героя. Он хочет, чтобы его считали защитником интересов государства против слабых лидеров. И поэтому он не хотел, чтобы его считали нападающим на государство в Москве. У Путина, я думаю, не было выбора. У него не было уверенности в том, что его собственный народ останется с ним. Поэтому ему пришлось предложить Пригожину путь вперед, выход, если хотите, в Беларусь. И теперь я не думаю, что мы увидели последнее. Я не вижу, как Путин может остаться у власти, если он уступил Пригожину таким образом. Поэтому я думаю, что он будет его преследовать. И я думаю, что Пригожин рассчитывает на это. И это то, что, как мне кажется, ему нужно для того, чтобы, опять же, играть более значительную роль в борьбе с военным аппаратом страны, но при этом быть оправданным. Венгрия снова блокирует транш для Украины. Военная помощь от Европейского Союза уже который раз не может поступить в Киев из-за позиции или обид Будапешта. Мы готовы изменить свое решение, если украинцы положат конец ситуации, когда крупнейший венгерский банк находится в списке спонсоров войны. Из предыдущих причин права закарпатских венгров, закон об образовании, были о нежелании поддерживать войну и была принципиальная позиция из-за того, что ЕС заблокировали транш для самой Венгрии. Продолжение следует... Продолжение следует... Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Я жду ваших комментариев, как обычно, лайков и репостов. Это важно не только для меня лично, но и для того, чтобы это видео увидело как можно больше людей. На этом у меня все. До встречи и хороших вам новостей. Продолжение следует...